Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. В прошлом году финансовые пирамиды присвоили свыше 2 миллиардов рублей. Об этом сообщил первый зампред Центробанка России Сергей Швецов. Правоохранителям удалось пресечь деятельность 250 финансовых пирамид. И все же каждый год число пирамид увеличивается. Одно хорошо, их масштабы снижаются. Сейчас в Госдуму внесены законопроекты об ответственности за организацию финансовых пирамид и распространение биткоинов. В Самаре только за два месяца возбудили уголовные дела против пяти организаторов финансовых пирамид. Кстати, такие потери говорят о беспрецедентно низком уровне финансовой грамотности граждан. Индекс потребительской уверенности опустился до уровня кризисного 2009 года. По данным Росстата, в первом квартале 2015 года число граждан, пессимистично оценивающих состояние экономики, превысило количество оптимистов на 32%. При этом среди людей в возрасте от 30 до 49 лет доля пессимистов росла особенно быстро. Наибольшее снижение отмечается в оценках населением произошедших изменений в экономике России и личного материального положения. Более умеренное снижение наблюдается в оценках населением по этим аспектам ожидаемых изменений. Зато доллар падает. Франция снова стала лидером по количеству туристов, посетивших страну. В прошлом году Францию посетило 83 миллиона 700 тысяч туристов. К 2020 году страна ожидает 100 миллионов туристов в год. Наибольший приток туристов во Францию в прошлом году был отмечен из Азии – 16%. Вслед за Францией в списке самых посещаемых стран мира стоит США – 70 миллионов туристов. Далее идет Испания – 61 миллион, Китай – 56 миллионов и Италия – 48 миллионов. Германия и Британия привлекли 31 миллион туристов каждое. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленной динамикой. Индекс РТС в первые минуты торгов подрос, индекс ММВБ, снизился до отметки 1674 пункта. Лучше рынка выглядят акции Фармстандарта, Акрона, РДР Русала, Россетей и Полюс Золота. Хуже рынка – акции НМТП, КамАЗа, Яндекса и Башнефти. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Американские индексы завершили день в полюсе. Азиатские рынки с утра демонстрировали смешанную динамику. Основным негативом для российских биржевых быков стала значительная просадка нефтяных котировок, давление на которые оказала вчерашняя публикация рекордных данных по запасам в США. Курс доллара на 9 апреля – 54,02 рубля, курс евро – 58,70 рубля, золото стоит 2103 рубля за грамм, серебро стоит 29,25 рубля за грамм, цена нефти марки Brent – 57,42 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах!